здравствуйте у меня гадание для близнецов на сентябрь предстоящий прекрасный а из моей коллекции винтажных украшений я выбрала для близнецов вот такое колье она называется падший ангел эти здесь два крыла колье нежная трепетная красивая как собственно все представители вашего знака почему крылья подходят близнецам потому что у одного из ваших покровителей архетипов у греческого бога гермеса это бог торговли и вранья у него к сандаликам привязаны крылышки такие маленькие это знак того что он везде поспевает раньше других да да посмотрите нравится вам это украшение хотите примерить его для вас дорогие близнецы вот такие карты таро муха красивые очень женские и свезде нарисованы молодые довольная жизнью счастливые женщины такие точно как вы и это будет расклад традиционный для таро расклад на 12 домов самые потаенные самые темные уголки вашей жизни мы заплянем для непосвященных зрителей я расскажу что 12 домов это 12 сегментов эклиптики каждый из которых находится под надзором под покровительством одного из зодиакальных созвездий в каждом из этих сегментов какая-то часть человеческой жизни находится какие-то эмоции какие-то чувства поступки взаимодействия с другими людьми мечты исполнения мечты все-все вот какую бы жизнь наполненную или напротив совсем пустую не проживал бы человек все равно эта жизнь укладывается всего лишь представьте как просто и грустно укладывается всего лишь те самые 12 там посмотрим что вас ждет сентябре один дом одна карта мы не будем слишком затягивать эту историю во времени постараемся выжать из одной карты на каждый дом максимум информации я надеюсь что карты не обиделись на слово выжить я могла бы вообще сказать выдавить итак близнецы вот посмотрите ваша жизнь картиночки здесь все хорошие вот карты так нарисованы здесь везде веселенькая очень цветовая гамма веселенькое оформление как того предполагает стиль модерн в котором это колода выполнена и так первый дом ваш первый дом это вы сами здесь больше никого нет ни людей не событий то ваше отношение с собой и преобладающие эмоции на целый месяц вот ведь тройка мечей карты называется печаль то есть преобладающие эмоции у вас будет печаль воспоминания о прошлом возможно легкая легенькая такое чувство вины ощущение незавершенности а еще тройка мечей эта карта разбитого сердца чем или кем разбито ваше сердце мы здесь пока не видим но самое главное что тройка мечей дает вам очень выразительный совет который я тоже рекомендую запомнить по тройке мечей вашем сердце живут терзают его и не дают вам наслаждаться жизнью очень отжившие ненужные и такие старые перекисшие печали тройка мечей всегда говорит что вы сокрушаетесь о том что уже прошло то есть вы погружены в прошлое тем самым игнорируете настоящий уж тем более очень трудно загадываете на будущее оставьте печали вашего сентября уже пустые когда-то они были актуальными для вас когда-то у вас был связанный выбор когда-то у вас были свежие слезы на эту тему но сейчас вам явно нужно переключиться далее второй дом это ваши повседневные деньги доходы каждого дня то что вы зарабатываете то что вы расходуете ну и вообще комфортность или некомфортность вашего существования в собственных финансах а также люди с которыми вы связаны деньгами шестерка кубков прекрасная легкая карта уверяет близнецов что ничего особенно скажем заметного или печального в плане денег с ними не произойдет денег хватит и будете вы наслаждаться скорее своими доходами получать от них удовольствие возможно тратить на близких людей на какие-то подарки точно так же подарки сможете принимать впрочем они не крупны шестерка кубков это часто время когда вы не зарабатываете ну например отпуск ваш когда вы только тратите не бездумно потому что карта это довольно такая скромненькая умеренная просто с наслаждением расходу эти деньги которые у вас есть что советуют шестерка кубков во всех денежных делах финансовых вопросах все-таки доверять судьбе ангелам и людям обстоятельствам доверять здесь точно нет обманов здесь есть скорее что-то сочувствие или желание вам помочь карта предупреждает что крупные или рискованные траты нежелательно лучше все лучше сохранять бодрый бодрость духа и такое хорошее настроение всякий раз когда вы открываете кошелек и закрываете его и пусть у вас всегда там что-то остается до конца не нужно расходовать ничего далее к сожалению острая неприятная пятерка мечей достается вам в третьем доме плохо потому что третий дом это ваш дом все близнецы жители как раз третьего дома зодиака и для вас действительно считается в любой момент жизни очень актуально вот эта самая повседневная жизнь повседневная жизнь это люди которые каждый день вас окружают это дороги которыми вы каждый день ходите это мелкие покупки мелкие поездки это вот такая каждодневная рутина и суета из которой по большому счету и складывается наша жизнь пренебрегать третьим домом содержимым третьего дома или игнорировать его могут но какие-то полярные вам люди какие-нибудь знаете стрельцы или одержимые карьеры козероги для близнецов все-таки составляющие каждого дня мелкие составляющие включая еду одежду и напитки все это всегда очень-очень важно близнецы наверное вслед за своими соседями по зодиаку тельцами все-таки тоже рабы комфорт для вас важен третий дом что мы здесь видим пятерка мечей это ссора но не очевидная и без повода вам придется столкнуться с завистью или с каким-то недоброжелательным некрасивым отношением от очень близких людей близких не по духу наверное а близки географически это кто-то до кого вы вот так вот рукой можете дотянуться это может быть ваша коллега который с вами с вами сидит в одном офисе за соседним столом это может быть ваша ну не знаю двоюродная сестра с которой вы давно не виделись а тут встретились и жалели лучше бы еще столько же не виделись пятерка мечей предупреждает вас провокации избегать не поддавайтесь на провокации кто-то будет вас критиковать предъявлять вам претензии ваша задача просто не отзываться с достоинством игнорировать эту историю хуже если пятерка мечей это вы это ваш портрет и карта тогда говорит что на целый сентябрь вы получите такой ссорный заряд кстати это может быть потому что видите у вас в первом то доме тройка вы опечалены недовольны жизнью и собой соответственно вы можете на окружающих без повода нападать вот от этого конечно лучше расскажет далее ваши домашние семейные дела дом недвижимость квартира и все что с этим связано права на недвижимость в конце концов ремонт взаимоотношения с управляющей компанией а также отношения в семье девятка девятка жезлов неплохая карта говорит о том что вам просто будет трудно время бросает вам вызов провоцирует вас на какой-то подталкивает вас на какой-то подвиг во имя семьи подвиг очевидный заметный другим и и обязательно с этим нужно справиться то есть испытание не слишком крупное конечно это все таки младший аркан хуже если девятка жезлов описывает конечно не хлопоты ваши доме то а как если она описывает взаимоотношения в семье они могут быть просто напряженными когда вам приходится держать границы приходится держать оборону как будто бы от родственников которые лезут советами вам приходится очень настаивать на своей точке зрения и сильно защищать свои границы собственно девятка жезлов вас и к этому призывает во всех домашних делах как раз защищайте свои границы это ваш бой но такой правомерный все что вы сейчас хотите от родных или от собственных стен вы это заслужили мити на это право далее очень интересно туз мы же всегда ждем тузов правда в любом раскладе потому что нас интересуют шансы и подарки а шансы и подарки описывают как раз тузы туз вам выпадает в пятом доме доме любви какой бы ни была сейчас ваша любовная история а их примерно в самом общем виде бывает три вот когда мы готовим и примерно разделяем аудиторию на три большие группы первое это люди одинокие но жаждущие отношения вторая группа это те кто нашел уже пару и строит отношения любовную историю и третья группа это те кто в браке вот куда бы вы ни относились ждите предложение предложение какой-то шанс поменять вашу личную любовную жизнь очень часто туз мечей обещает предложение о браке вот так вот просто может быть вы его ждете может быть она свалится на вас неожиданно потому что знаете в самых правильных идеальных любовных историях между знакомством и предложением о браке проходит ведь очень мало времени поэтому вполне возможно что ваша судьба в этом сентябре и встретить уже подходящего человека и услышать предложение руки и сердца если вы сами этого жаждете я вам также искренне это этого желаю даже если вы находитесь в браке уверенным благополучным и долгом все равно видите какое-то предложение но мало ли что ваш любимый муж вам может предложить крупное от давай повенчаемся или как правильно сказать обвенчаемся да да давай переедем в новый дом я куплю тебе дом у пруда то есть время дает вам возможность очень сильно преобразовать вашу личную жизнь и оказаться в каком-то совсем-совсем ином статусе нужно поторопиться туз мечей предполагает определенные риски если туз мечей здесь описывает новое знакомство для вас то она конечно поразит вас просто поразит ваше воображение и будет очень не случайно и непроходное и тоже покажется в каком-то смысле рискованным будете хвататься за голову и говорить ах что я делаю вот но это мысль это шанс это возможность которая рассекает реальность и делит вашу жизнь на до и после прекрасная впечатляющая карта то есть я считаю что у близнецов прорыв личной жизни кстати да этот прорыв может быть и в затяжных каких-то вялотекущих отношениях которые долго у вас не трогаются с места и вы уже не понимаете вместе вы или расстались знаете много же мы таких видим истории вы в комментариях описывайте их часто так вот все меняется вам до вопрос остается проявлять ли вам или инициативу начальную или встречную не исключено возможно смотрите по обстоятельствам по крайней мере карта это вам этого не запрещает далее работа увы и ах а может быть вы только об этом и мечтаете в работе какой-то застой пауза в разлуке вы в работе с работ а вот видите что получилось ведь у нас и история с деньгами тоже какая-то благополучная спокойно работа от вас оказывается далеко возможно вы просто будете действительно в отпуске или возьмете отпуск за свой счет чтобы позаниматься какими-то семейными или личными делами а во всех случаях четверка мечей советуют вам не торопить события связаны с работы и бизнесом что-то остановилась причины объективно и вы их прекрасно знаете поэтому не нужно пробивать голову и стены надо пока посидеть посидите это же четверка мечей может описывать довольно досадную паузу промежуток между двумя работами так если вы со старой работы уволились и ждете выхода на новую то вот этого самого выхода в сентябре может пока не случится понимаете потому что есть уважительные причины нет нужного человека который должен поставить подпись подписать приказ о назначении может быть компания еще не сложилась как бы не функционирует карта рекомендует вам посильный режим отдых отдохните от работы разлучитесь с ней на какое-то время это ведь часто бывает полезно позволяет вам оценить объективно беспристрастно эту работу на своем левом месте насколько вам это нужно может быть вам нужно стремиться какая четверка мечей это пауза на раздумья дается партнерский дом или счастье в браке 7 понимаете да вот если мы говорили про три категории людей относительно личной жизни если вы в браке то поздравляю вас вам сентябре удастся очень выразительно так заметно тоже для других исполнять роль жены растет ваш авторитет по каким-то причинам хотя эта карта описывает женщину с правами требования возможно у вас появится больше в браке ну каких-то действительно прав потребностей приоритетов законных оснований кого-то к чему-то принуждать и опять же эта карта описывает это портрет жены о такой собирательный образ жены в колоде тару то есть вы оказываетесь женой и очень вам предстоит эту роль прочувствовать поэтому видите предложение о браке она не не зря не напрасно очень многие девушки близнецы не знаю куда это или к добру да с определенным скепсисом я отношусь конечно но в новом статусе окажется то есть вы были просто девушка подруга любимая девушка да а теперь жена карты достаточно однозначно на мекают на брак брачные отношения совет королевы пентакли для вас до для нового знакомства тоже карта хорошую то есть новое знакомство сентября грозит браком вам и ролью жены совет карты будьте спокойны и будьте щедры королева пентакли очень рассудительная но еще скажу вам по секрету еще корыстная корыстная королева пентакли советует вам в любых партнерских отношениях даже если это не про любовь даже если это про дружбу или про бизнес искать собственные очень понятные материальные интересы и поверьте это лучшее что вы можете сейчас для себя сделать и поверьте вас все поймут и никто не обвинит далее восьмой дом сюда попадают кризисные всякие критические ситуации то чего на белом свете вообще не может быть а также это дом больших денег здесь располагаются рекомендации здесь до располагаются рекомендации что дело с большими деньгами например инвестировать или нет брать кредит или нет возвращать долг или нет затевать с кем-то судебную тяжбу из-за денег они все из-за денег или нет и старший аркан серьезная карта вам тут выпадает от карта дьявол предполагает она определенный выбор однако выбор не свободный первую очередь не свободны из-за ваших собственных внутренних представлений о добре и зле потом все вышеперечисленное все что я сказала это и споры с кем-то из-за денег принимается деньги или отказываться от денег все это проходит у вас на фоне какой-то серьезной внутренней бар борьбы на фоне серьезного какого-то нравственного выбора но старший аркан карт дьявол говорит что во всех круп больших денежных вопросах тоже остановитесь и подумайте сейчас очень важно будет какой именно путь вы выберете какое вы выберете решение это определит вероятно течение вашей жизни на долгое время поэтому может быть поступаться собственными принципами не так уж и стоит обычно такой выход хорошим краткосрочной перспективе в долгосрочным наоборот опасны а вообще дьявол в колоде таро считается большой денежной картой поэтому в любом случае близнецам предстоит предстоит оперировать все-таки какими-то крупными денежными суммами то есть вы не обойдетесь не получится проигнорировать решение важный выбор связаны с деньгами с крупными материальными объектами там квартирами домами продавать их или нет принимать наследство и дарственные или нет искушение какое-то денежное искушение вас ждет но я уверена что вы сделаете правильный выбор далее девятый дом до заграница дальней дороге учеба и вера и вот всего этого 1 2 3 как будто бы в сентябре у вас особо нет потому что вы этого не хотите вот предлагают вам дальнюю дорогу например куда-то переехать работать а вы вот так сидите как наша героиня не хочу это вообще карта не хочу вот отвергаете предлагают вам например выгодно интересно где-то поучиться у вас почему-то нет настроение то есть вот все что далеко от быта от дома все что требует абстрактного взгляда мышления все что требует осознанных наверное перемен каких-то в жизни все это вам пока в сентябре будет неинтересно может быть знаете четверка меч его кубков простите это может быть результат усталости или растерянность это могут быть пережитые стрессы а может быть вас просто отвлекут какие-то другие истории вот например у вас явно в личной жизни вырисовывается что-то феерическое да поэтому про дальние дороги даже не хочется думать это на корню все отвергается похоже но не совсем аналогичная история у вас идет с карьеры и вообще работой карьеры вот не выглядят здесь в картах слишком эффективными скажем так сентябре все намного слабее что ли все менее важно по сравнению с тем что происходит у вас в личной жизни карьерный прорыв нет карты говорят нет это выбор семерка кубков множественный выбор посмотрите наш герой аж закрывает глаза настолько его слип слепят сокровища в этих кубках на самом деле чуть чуть пошире глаза раскроет это все испарится ничего этого нет то есть вас ждет выбор вроде бы связаны с карьерой и выбор такой от которого захватывает дух потому что кажется и туда зовут и сюда и с этой стороны предлагают и с другой и обещают золотые горы отовсюду и самое худшее если вы действительно поверите этому ложному выбору и правда потратите очень много энергии на то чтобы выбрать а выбирать не ничего нет это пустота на самом деле ничего из из этого не сбудется почему вообще хочу сказать для чего существует семерка кубков в колоде таро как я это вижу но подумаешь ложный выбор ну подумаешь ничего не получится казалось бы зачем карту то ли пить целую а я скажу я очень хорошо понимаю дело в том что это же вот на примере в каких-то ли личных историях я вижу что дело в том что энергия выбора вообще когда мы выбираем мы должны знать наш организм наше сознание наш мозг и душа наша работают на самом экстренном режиме то есть вентиль выкручивается прямо на девяточку знаете как на электрической плите какой-нибудь это и мощности ментальные наши эмоциональные на выбор всегда расходуется больше чем на что-либо другое поэтому легкомысленно к любому выбору затяжному какому-то или напрасному относиться не стоит даже если вы в магазине никак не можете решить сумку вам красную или синюю купить обязательно отслеживайте в этот момент когда вы уже расходуете энергию чересчур потому что это это подрывает это создает даже брешь и на уровне тонких тел когда вы опаздываете с выбором или заблуждаетесь как на этой карте поэтому совет семерки кубков на карьеру вам сейчас очень выразительный не думать что вам судьба так много подарков карьерных сейчас предлагает все что обещают с разных сторон или все что вы успели себе на мечтать это по большей части пустое конечно вас ждет карьерный успех но чуть позже и совсем не такой то есть представьте еще какой-то кубок для вас есть и вот там настоящее золото для вас а это все нет это все пустое карта говорит не выбирайте просто вот представьте да на тему карьеры не выбирайте вот откажитесь от выбора будет вам счастье далее 11 дом самый сложный наверное сюда для трактовки именно в общих гаданиях потому что сюда попадают люди основном давайте людей рассмотрим люди которые не дотягивают до вам название друзей до третьего дома которая не дотягивает до звания партнеров но тем не менее влияет на вашу жизнь если у вас клиентский бизнес какой-то клиент ориентированный да то 11 дом это ваши клиенты это ваши подписчики в инстаграме и в эту и в ю тубе это вообще незнакомцы неизвестные люди далекие которые может быть с которыми вы только через интернет общаетесь и тем не менее вам здесь выпадает фигурная карта это королева жезлов деятельная женщина активная на которую нужно посмотреть на которую нужно равняться и которую стоит послушать это не покровительница это не добрая подруга нет здесь эмоции нет совершенно женщина к вам относится нейтрально и тем не менее вот такой вот знакомство сентябрь вам предложат с этой женщиной да все это связано с работой может быть с поисками новой работы для вас а может быть с поисками новых путей каких-то творческих с поиском новых идей вашем бизнесе вот поэтому обращайте внимание на новых людей особенно женского пола помнить королевы жезлов просто так не появляется вообще все фигуры по жезлов появляется чтобы вас куда-то за собой отвести а потом благополучно исчезнуть как пример для подражания можно сказать так эта женщина как будто бы пример для подражания вам далее двенадцатый дом все что сокрыто все что мучит все что вам снится все что вам приходится скрывать подсознание альтер и общем двина в двенадцатом доме собирается вот просто все то знаете как обрезки такие обрезки вот бывает в портном деле лоскуты все то что не вместилось вот сюда он очень такой сборный список практически бесконечный но одно объединяет ваши эмоции события двенадцатого дома это то что это все проживается на уровне интуиции на каких-то на уровне каких-то очень очень тонких ощущений и что мы здесь видим подсознание внутри себя вообще вы будете с чем-то прощаться вас ждет грустный уход но карты все другие его вас здесь во всех других домах вообще-то не грустный вас ждет довольно веселый насыщенный сентябрь поэтому скорее всего вот это вот прощание с прежними планами восьмерка кубков это ваша ну такая ностальгическая грусть по хорошим временам по лучшим временам перемена вашей жизни происходит и даже когда они желанные и к лучшему вам все равно прежнего прошлого немножко жаль мы все равно привычно тянемся куда-то вернуться как раз восьмерка кубков никуда возвращаться даже в мыслях не разрешает и она даже просит вас смотреть только вперед и вообще карта говорит уходя уходи то есть какой-то уход вас ждет но видите если бы в каких-то других вот реальных вот этих вот домах были карты про уход то я бы сказал что это логическое продолжение внутри вас а здесь таких карт нету поэтому видите и выбор у вас сомнительным ним и выпадает и уход прощание и грусть тоже мнимо не надо ей верить это очень иллюзорные потери вот ведь вас и 1 и 12 дом выдают иллюзорные потери то есть вы как будто бы теряете как будто бы что-то уходит ускользает от вас и вам так грустно и вы печалитесь о прошлом но на самом деле это это очень пустое это быстро легко пройдет сама лечить не надо а центральная карта видите опять возвращает бабах так знаете вообще четверка пентакли на очень тяжеловесная вот она должна с таким падать на стол даже с каким-то грохотом что ли потому что но мы видим да и мужчина массивно здесь изображен четверка пентакли карта жадных людей то она так называется большая денежная карта и она говорит о сохранении о приобретении призывает вас практически смотреть на вещи практично опять я взываю к вашей алчности это плохое качество которое не всегда плохое не всегда вредно и карты просят вас проявить максимальную ну что ли взрослость какую-то материалистичность материалистический подход вот что вам потребуется в этом сентябре это хорошие доходы это крупная денежная сумма это новая собственность которая у вас окажется окажется на вас отписанной ну а ваша задача признать ценность происходящего и и радоваться тому что вы стали тому что вы стали заметно богаче я благодарю вас за то что посмотрели это гадание и хочу только напомнить всем близнецам о том что ваш любимый покровитель меркурий в сентябре будет ретроградным с 10 числа то что делать и не делать под ретро меркурием вы надеюсь знаете не забывайте об этом что до 10 у нас один фон энергетический идет в основном это касается конечно денег и разной материальной жизни а после 10 резко меняется увидимся